Сколько можно ехать? Я не знаю, что он так долго, блядь. Че так долго? В Молисе сидишь? Мы шли как по, скажем, по Лиге Фронта. Били, тачку Доброго. Набери ему. Ну вот, мы напротив, сейчас зайдем, общаемся. Я первый раз пришел в флот в 1976 году. Спартак играл в первой лиге с помиром Душанбе. На ВИПе я сижу с 2001 года. Бригада наша называется ВИП Крю. У меня там в основном такие взрослые дядьки, зажравшиеся. Но матом мы ругаемся и Спартак поддерживаем. Вот на открытии, например, скажем так, залетные огребали, выгоняли. У нас там все очень жестко. Спартак Зенит. Какие-то двое залетные решили порадоваться, когда Зюба сравнял. Народ огреб. У нас с этим там сложно. Говорить, что мы матом не ругаемся. У нас там есть там Саша Рапопорт и матом трое. Ниже любой там Фратри. Конечно. Я думаю, что в России-то конкуренты только бомжи. У Фратри. В основном все остальные-то все-то билибердат. Мусора и кони даже близко не стоят. По прошлому году могу сказать, что перформанс был не просто на высоком уровне. А в России-то сравниться некому. Совершенно точно. Что касается непосредственно перформанса, лучше это даже не обсуждается. Слушай, ну по поводу мата. Он часто сравнивает культуру боления с английской схемой. Ты в Англии был уже, да? Конечно. Как они там? Говорят, что их пример все ставят. Собственно, они там тихие. Ну, во-первых, никто не знает английский язык. Никто не знает, что они там на самом деле поют и что они на самом деле говорят. Единственное, что мне очень сильно запомнилось. Мы сидели с такими серьезными хулиганами на матче Селтик-Спартак. И как они нас пылесосили, да? Ну это видно было. А после игры хлопали и давали свои шарфы. Вот культура боления у них, да, она на очень высоком уровне. Несколько отличается от нас. Либо чемпионов была, а спортов на матче, а ты же ездил. Ездил, да. Я помню, да. Вы сидели на центре, если не ошибаюсь. Мы сидели на центре. Более того, это очень интересная была история. Все же помнят, что сожгли портрет Ротатюрка в Москве. И я шел вокруг трибуны, вокруг всего стадиона на трибуну центральную с дочерью. И шел как вот прям реально как на войне был. То есть я иду, Лизу держу за руку, а кругом все горит, взрывается. Как раз вот автобус, который подожгли, мы от него так в сторону ходили. После футбола болельщиков рассаживали в такси. Я видел, как люди из Фратори руководили вот эту очередь. Сажали, поймали мне машину. Я с дочерью сел и уехал. Организован вот эта, скажем так, эвакуация была на должном уровне. Огромное спасибо. Но мы шли как по, скажем, по Лиге фронта. По моей памяти, я помню конфликт только вот в Праге. Был серьезный конфликт еще, да, Катанем был комбат. Он меня предупредил уводить детей, потому что сейчас будет движуха. Там повесили танк и народ побежал на трибуны. Причем, когда мы заходили на трибуны, так получилось, что я одного из стюартов так пододвигал. И я видел, что у него под дубленкой явно совершенно защита. И было понятно, что будет какая-то движуха. Что, Антон, вот вопрос такой, касаемо пиротехники. Интересное мнение болельщиков с центра. В принципе, какое отношение к пиротехнике? Я скажу так, пиро не преступление. Это совершенно точно. Я жду, когда вы начнете зажигать. Но я даже не буду скрывать, что сегодняшний «Спартак» играет так, что я очень часто смотрю на север. Я смотрю на север, потому что действительно у вас интересен. То есть я врать не буду. Поэтому я вообще не понимаю движухи вокруг фанатов некоторые. Почему? Объясню. Может быть, это как-то связано с чемпионатом мира 2018 года. Если абстрагировать и убрать север, нет его. Ну и для кого будет футбол? Для кого? Для пирдунов, которые приходят на футбол и ничего не понимают. Я не вижу футбола без фанатизма. Я хотел бы пожелать активной части людей, которые существуют сейчас, искать какие-то выходы и компромиссы именно с теми властями, которые, как вы говорите, закрывают административки и так далее. Но ни в коем случае не отказываться от своего дела. Потому что ваше дело, именно ваше дело, оно украшает футбол. В момент в умолке на зрелищном мероприятии, которое в совокупности с игрой делает мой поход, лично мой поход на футбол, приятным, замечательным и долго вспоминаемым. Поэтому ни в коем случае никогда ни при каких обстоятельствах не ссориться. То есть, если мы как фратрия представляем себя как единый кулак, и наш делист один за всех, все за одного, ни в коем случае не ссориться даже по серьезным каким-то вопросам, а собираться вместе за футбольным полем. Решать эти вопросы, потому что любая ссора, она будет радовать наших оппонентов. То есть, мы поссорились, пони засмеялись, мы подрались, бомжи повеселились. Мы должны быть единым целым. Всем нравится невозможно. Надо учитывать мнение, но ни в коем случае не подстраиваться. Нужно быть тем кулаком, которым вы сейчас являетесь. Не обращайте, мне нравится тот-то, ради Бога, мне нравится тот-то, ради Бога. Что-то не нравится, давайте встретимся, поговорим, но не ссориться. Вот это, я считаю, главное. А во всем остальном, вам спасибо и респект. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Как вы относитесь сейчас к нашей поддержке, к нашей организации? Если бы не вы, то довольно сложно было бы при нынешнем положении команды людям продолжать верить в команду. Благодаря вашей вере, вера сохраняется и в нас, в болельщиках простых, которые не относятся к такому, ну что ли, более яростному болению. Но благодаря вам вы, наверное, сохраните для наших детей и ваших детей наши лучшие традиции Спартака. Это очень важно. А тем, кто приходит, только-только приходит болеть за наш клуб, я хотел бы посоветовать, самое главное, сохранять веру. Несмотря ни на что. Веру в свой клуб, имя которому Спартак. За которую болею я и все люди, нормальные, живущие в нашей стране. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну что, наконец-то первый матч домашний в этом году. Надеемся сегодня на достойный результат, не такой, как был в предыдущем матче. Сегодня на матч мы подготовили растяжку, которую повесим между балконами. Текст, если сердце бьется, честь не продается. Я думаю, смысл текста всем понятен. Также это строчки из нашего нового заряда, которые будем сегодня обязательно пробовать. ПЕСНЯ 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 Эй, 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 хам! Спиция глупого розов, мы от súper засießen. Спиция плавЕс. Эй, 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 ныне все от ScaentG и продайосе, друг от Пути переноса! Спиция divisions. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, парни, всех поздравляю с победой Пускай и вымоченной победой, давшейся нам достаточно тяжело Но, как говорится, результат остается, а игра забывается Надеемся, выводы будут сделаны Потому что играть с Амкаром нужно все-таки сильнее и увереннее Таким командам нужно забивать по 2-3-4 гола А у нас получается, мы все откладываем напоследок Хорошо, что так все закончилось Сегодня запустили новый заряд В принципе, неплохо зашел Конечно, есть к чему стремиться Но видно, что трибуна темы поддержала и тема понравилась Будем и дальше стараться придумывать новые темы Бодрые, чтобы народу хотелось петь и шизить Поддержка была, в принципе, сегодня неплохой для такого матча Поработали визуально с трибуной То есть использовали сегодня неплохо став, пускай и не постоянно Вот, ребят, пару слов еще касаемо звуковой поддержки К сожалению, у нас не всегда получается шизить от души Очень часто наша Шизай-поддержка зависит именно от игры команды Такого не должно быть Мы должны шизить от души всегда и везде То есть независимо от результата команды Потому что ей нужна именно наша поддержка Отдельно, да, ребят, хотелось бы еще раз напомнить То, что все флажки, двуручники, все, что мы раскладываем на трибунах Это все лежит не просто так, а все это делает нашу трибуну ярче и лучше